Памятник великому Абаю теперь появился и в Сеуле. В его открытии принял участие Касанжо Мартукаев. Отмечу график встреч главы государства в рамках госвизита в Республику Корея. Был расписан по минутам. Это и переговоры по бизнесу, и отдельные встречи с акулами корейского производства. Итоги внушительные. Подписаны 34 соглашения. Айгуль Амонтаева подсчитала будущую прибыль. В стране утренней свежести и работать начинают с позаранку. В голубом доме Чхон-Вады сегодня долгожданное оживление. Впервые после затяжной пандемии тут встречают высокого гостя. В Южную Корею с государственным визитом прибыл Касанжо Мартукаев. Почетный караул словно и не прочувствовал карантинный перерыв. Бодрая походка, отчеканенный до сантиметров шаг, колоритное обмундирование. О пандемии напоминает лишь дресс-код, респираторные маски. Они обязательны и для президентов. Прежде всего я хотел бы выразить признательность за тёплый приём на священной корейской земле. Я очень хорошо помню нашу встречу два года назад. Ваш визит придал очень серьёзный импульс развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Мы с благодарностью помним щедрость народа Казахстана, принявшего в свои тёплые объятия корейцев, приехавших с Дальнего Востока. Для нас Казахстан, центр евразийского континента, ваша страна неоднократно проявляла лидерство в различных механизмах многостороннего сотрудничества, будучи инициатором создания СВМДА и сопредседателем министерской конференции ВТО. Именно Казахстан является первым торговым и инвестиционным партнёром Республики Корея в Центральной Азии. Чтобы превратиться из отстала аграрной страны в лидера высоких технологий, Южная Корея понадобилась каких-то полвека. Трудно поверить, но тогда на месте этого элитного района Каннам были рисовые поля. Белую крупу всё ещё выращивают, но уже далеко за пределами столицы. Сейчас Южная Корея входит в десятку крупных инвесторов Казахстана. В цифрах этот показатель превысил 6 миллиардов долларов. В республике успешно работают 550 предприятий с корейским капиталом, среди них мировые лидеры – Samsung, Hyundai, Lotte. 6 миллиардов долларов и во взаимной торговле теперь открываются горизонты партнёрства в сфере высоких технологий. Мы заинтересованы в проектах по созданию совместных производств, компьютерной техники, сетевого оборудования, центров обработки данных. Казахстан работает над развертыванием сети 5G. Я хотел бы пригласить корейские компании принять участие в реализации проектов 5G в Казахстане. Казахстан уделяет особое внимание развитию альтернативных источников энергии. То есть наши планы совпадают. У нас есть план по достижению 30% альтернативной энергетики к 2030 году, из которых 15% будет приходиться на возобновляемые источники энергии. В ближайшее время мы планируем реализовать проекты возобновляемых источников энергии на 3-4 ГВт электрической мощности. Поэтому ваше мнение относительно форсированного развития альтернативной энергетики в Казахстане было бы для нас очень полезным. Богатая на полезные ископаемые казахская земля изучена лишь на четверть, и приоритетное право их добычи могут получить корейские компании, продолжил президент. Пять проектов по добыче благородных и цветных металлов уже готовы. Осталось найти инвестиции, как и в сфере зеленых технологий и производстве ядерного топлива. А еще углубить локализацию в автомобилестроении и подумать о расширении модельной линейки. Резюмируя, Тукаев отметил, возможностей много, осталось найти желающих их осваивать. По итогам встречи подписано 34 соглашения на общую сумму почти 2 миллиарда долларов. На данный момент мы методом сварки и окраски производим автомобиль Hyundai Accent. На сегодняшней встрече мы подписываем меморандум по освоению сварки и окраски новой модели Hyundai Tucson. Соответственно, корейские наши коллеги охотно делятся технологиями и позволяют нам осваивать новые производства. Основной упор в нашем производстве мы делаем на никель. Сегодня подписали договор с казахстанской компанией в рамках экспорта и других полезных ископаемых. Перспектив много. Я думаю, как только улучшится эпидситуация, совместных проектов станет и еще больше. Но не только промышленностью тесно связаны две страны. Гуманитарные узы за годы сотрудничества только укрепились. Студент второго курса университета иностранных языков Хангук Ким Джунгё называет себя Ильясом. Говорит, так проще изучать казахский. Успехам коренного корейца можно позавидовать. Джунгё свободно говорит и читает на казахском и уже полюбила бая. Субтитры создавал DimaTorzok Впрочем, к творчеству Великого Бая сможет прикоснуться любой житель Кореи. Бюст казахского мыслителя открыли в Сеуле. Отлитые в Казахстане из вояний, из бронзы установили на территории Сеульского кибер-университета. Абай не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абая в учебном заведении имеет глубоко символическое значение. Он призывал людей овладевать наукой, приобщаться к знаниям, прославлял новаторство и созидание. Наследие Абая представляет огромную ценность не только для нашей страны, но и для всего человечества. Общей историей вообще было отведено важное место в этой встрече, о которой глава государства говорил на казахском языке. Десятки тысяч корейцев когда-то нашли кровь на нашей земле. Это, пожалуй, один из главных фундаментов дружбы между странами, заявил для местной прессы Тукаев. Госвизит главы государства пришелся на один из главных праздников для корейцев – Кванбокчоль, День независимости. 76 лет назад республика освободилась от колониального правления Японии. Память павших за родину корейцев почтили оба лидера. А в честь возвращения останков национального корейского героя Хонбомдо устроили отдельную церемонию. Герой партизанского движения был депортирован в Казахстан в начале прошлого века и похоронен в Казларде. И казахи, и корейцы прекрасно понимают значение независимости. Хонбомдо – уникальная личность, борец за освобождение Кореи, настоящий герой, подлинный патриот. Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, подвиг героя не забыт. Немаловажно, госвизит пришелся на двойной юбилей. 30-летие независимости столько же длятся дипломатические отношения между странами. И новые плоды дружбы и партнерства еще только стоит ждать. По итогам государственного визита решено открыть Генеральное консульство Казахстана в Пусане. Также принято совместное заявление и подписано пять меморандумов о сотрудничестве. Айгуля Монтави, Иржан Канапияулы, Бахатпик Нуртаев. При содействии телерадиокомплекса президента Хабар-24, Южная Корея, Сеул.